Как пойду я на быструю речку, Сяду я на крот бережок, Посмотрю на родную сторонку, Но зеленый привет мы лужок. В одной из местных газет два десятилетия назад вышла статья с таким заголовком «Люди, не ругайте жизнь, в ней есть Поленова». Сейчас мы в Бехово, это как раз территория музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова. Именно Василий Дмитриевич Поленов в начале 20 века По своему проекту построил этот храм живоначальной Троицы, Который в этом же 20 веке пережил массу перипетий в своей истории. Сначала он был построен, воссоздан великим художником, Причем колонны там взяты из храма всем известного юрусалимского гроба Господня. Потом церковь ожидали запустений, А уже в 80-70-х годах 20 века церковь восстанавливает внук великого художника Федор Дмитриевич Поленов. И сначала это пространство храмовое действует как выставочный зал. Ну а сейчас церковь – это церковь, и музей, и церковь в данном месте неразделимы. Эх ты, русское наше приволье, Краю нет на луга и поля, Ты широкое наше раздолье, Ты, родимая Матерь-Земля, Ты широкое наше раздолье, Ты, родимая Матерь-Земля, Большой Поленовский дом своей дверью он распахнул в октябре 1892 года не только для членов семьи Василия Дмитриевича Поленова, но для всех, кого Василий Дмитриевич приглашал к себе в гости. Вот вы представьте, сейчас в наше время какой-то богатый человек, у него есть деньги, и он строит для себя дом. Разве он кого-то позовет? А здесь была совершенно другая история. И Василий Дмитриевич построил дом, и сразу его задумал как музей, показывая всем в этой русской глубинке свои коллекции, которые собрала за многие годы семья и сам приобрел Василий Дмитриевич Поленов. И вот даже не за рецептами блинов, которые вы, наверное, знаете, как делать, и всех будете угощать на этой масленичной неделе, а именно за рецептом этой жизни, за рецептом некого счастья и радости этой жизни мы и приехали сюда, в Поленово, где удивительные места, и до сих пор вот этот дом так хорошо построенный, созданный костромскими мастерами еще в 1892 году стоит до сих пор, и куда тянутся и тянутся люди, для того, чтобы познать великую мысль этой жизни, эту доброту, сделать и свою жизнь немного лучше. Рецепт радости жизни, какой здесь существует в Поленово? Ну, рецепт очень простой. Очень простой. Радоваться каждому дню. Вот просто благодарить за каждый день, за каждое мгновение, за каждого человека, который приходит в этот дом, за погоду, которая дается. И уж, конечно, за такие праздники, за такие застолья, за возможность просто поговорить, встретиться с кем-то. Ведь сюда приезжают люди, которых иногда не бывает в этом доме лет 20-30. А тут приехал Азарий, СРР. Его не было, сколько его не было, 50 лет. 50 лет. И он приехал в Поленово и пришел весь в слезах. Они пришли по речке сюда. И вопрос, а что ты так долго не ехал-то? Он говорит, а я боялся. Я боялся, что я приду в места своей юности, а здесь все иное. Все иное. Церковь другая, берег другой, музей другой. Все современно. А тут, говорит, выхожу. Чувство памяти потеряется. На холме. Кладбище на месте. Берег тот же. Говорит, ну, тут я, говорит, и заплакала. Такое счастье, что я вернулся. Вот это, может быть, это основной рецепт радости. Оставить Поленово, знаете, таким своеобразным порогом, крыльцом, нет, скорее порогом, к которому возвращаются блудные дети. Это необходимо. Просто, просто необходимо. Ты где-то ходишь, 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 а тебе хочется вернуться к какой-то константе, к чему-то постоянному. То есть Поленово – это константа? Поленово – это константа. По сути, да. Ну, действительно. Так оно и есть. А какие силы полагаются на того, чтобы сохранить эту константу? Вот в неизменности своей. И эту церковь, и этот дом, и этот мир вокруг. Ну, во-первых, убежденность, что это совершенно необходимо. Все вокруг меняется. И велик соблазн подчиниться вот этому потоку, несущемуся вперед, и подчиниться иногда совершенно конъюнктурным соображениям, сменять там старое на новое. Но это не надо. Я совершенно убеждена, что в таких усадьбах, как Поленово, это не то, что не надо. Это просто недопустимо. Традиции должны быть традицией. Конечно, традиции. А тем более они прекрасны, по сути говоря. В том-то все и дело. Традиции жизни. Иногда мне кажется, что мы просто немножко отстаем от Поленова. От Поленова-художника. От его мыслей. А в чем? Наталья Николаевна. А вы знаете, вот сейчас, даже вот в таких вопросах, как образование, воспитание, приходят к тому, что нужно в школах вводить эстетическое образование. Так сказать, развивать село. Поленов сделал свой музей. Но абсолютно традиция. Ведь он в свое время, когда строил эту усадьбу, сказал, почему нас так влечет в большие города. Да потому что им отдано все. Библиотеки, театры, музеи, картины и галереи. Казалось, сосредоточивая культура в городе. А я все-то хочу отдать деревне. И он отдает эту деревню. Он строит свой собственный дом. Делает из него первый народный музей в русской деревне. Строит церковь, потому что людям это совершенно необходимо. Строит две школы. Одна воскресная рядом с храмом, другая общеобразовательная, куда приглашают учителей. И учителя учат не только писать, читать и считать, но учат рукомеслию. Парнишки работают в столярном классе. Девчонки учатся печь блины, варить варенье, вышивать, вязать, штопать. Это то, что может пригодиться в жизни. И вот сейчас, спустя многие-многие годы, мы приходим к мысли, что оказывается, да, это так надо. И деревня, и провинция – это душа России. И если не провинция, так мы просто Россию не поднимем. А поднять провинцию можно, следуя заветам Василия Дмитриевича Поленова, всё, что отдано в большие города, отдать провинции. И в каждой провинции, в каждой области есть музеи, есть школы, просто церкви. Просто их нужно объединить в одном общем желании вспомнить, кто мы такие. Вот и всё. Вот Поленовский мир, который он устраивал, невозможен уже без дома, который музей, и невозможно без храма, который на холме. Это вот некое такое соединение того большого, что делал Василий Дмитриевич Поленов. Как сейчас это существует? Как это сейчас? Как это так? Как это и существует? Так мы и живём. Мы живём, нам делить абсолютно нечего, потому что каждый занимается своим делом. У нас это место очень связывает, и, слава Богу, церковь является музейным объектом. Ну и очень хорошо. Наталья Николаевна, ведь он... А в церкви работает, служит совершенно замечательный человек, отец Дмитрий, который всё понимает и помогает очень нам. И мы делаем одно общее дело. Что нам делать? Очень часто бывает так, что вот это вот некое разграничение, оно в какой-то степени вбито вообще вот людьми. Что это моё, не моё, отдам, не отдам. Ну, вы знаете, это всё пройдёт. Это всё пройдёт, потому что... Ну, может быть, от того, что опять не доросли до Василия Дмитриевича. Потому что Поленов построил дом, а у него коллекция. Он же не говорил, вот, пожалуй, это я не отдам, а вот это отдам. Он всё принёс в свой музей, точно так же, как он построил церковь. И если у него что-то было, он отдавал в церковь, касаемая службы, службы и обрядов определённых. И всячески украшал эту церковь. И делал всё, чтобы это был единый организм. Вот и всё. Какие проблемы? Знаете, я сегодня, отец Дмитрий волновался перед интервью, и у него спросила, как вам здесь служится? И было одно единственное слово, которое вот меня как-то, ну, потрясло, в какой-то степени поразило. Он сказал, что редко сейчас какой человек так скажет, неспокойно. Да. Вот на вопрос, как, человек говорит, неспокойно. И вот опять это, опять та же самая константа, о которой вы говорили немножко раньше. Вот как сделать, чтобы было людям спокойно? Во-первых, наверное, не взвинчивать самого себя по пустякам. Если у нас возникает какая-то проблема, не между друг другом, а вообще какая-то проблема, мы собираемся, пьём чай, едим блины. Что мы ещё едим? Это же хоть по телефону перезвониться. Если расстояние разделить. Я прошу отца Дмитрия приехать, а отец Дмитрий говорит, не заедите ли в церковь, есть какие-то проблемы. И всё это решается, потому что неразрешимые проблемы, это, наверное, только если один из нас уйдёт в мир иной, то вот это уже не позвонишь, а всё остальное решаем. Наталья Николаевна, а вот что сделала, формировала Василия Дмитриевича? Вот почему он стал таким? И почему уже во взрослом возрасте достаточно, да, он пришёл сюда, обменял эти пашни на этот косогор и стал устраивать вот свой мир? Вот какой путь он прошёл? Что его сделало таким, что мы до его мысли сейчас не можем дорасти? Вы знаете, это был серьёзный путь самопознания и самосовершенствования, конечно. Но прежде всего его таким сделала семья. Потому что Бог так управил, что он родился в семье очень образованных и очень мудрых людей. И людей, которые служили Отечеству так, как могли и понимали это. Может быть, это сейчас говорят там по телевидению и в газетах. Ой, не надо только пафоса. Но они действительно служили Отечеству. Ну что тут? Больше ничего не скажешь. И это было поставлено во главу главы, главу воспитания. Потом, конечно, Бог поцеловал его в макушку, потому что он был талантливым человеком с самого начала. Он ведь получил два образования, юридическое и художественное. Петербургский университет и Петербургская академия художеств. Это была просьба его отца. Это даже было требование отца получить серьезное высшее образование. Но когда и там и там он получил по золотой медали, стало ясно, что он выберет путь художника. И он стал художником. Он стал художником и прошел для самого себя очень серьезный или в самом себе, да, очень серьезный путь. До того, как прийти на берег реки Оки, он был и в Европе и впитал все самое лучшее, что есть в европейской истории, в европейской культуре. Он был на Востоке. Причем не как праздный путешественник, а как человек, который поставил перед собой цель пройти земным путем Христа. Он решил написать картины евангельского цикла. И он проделал путь Христа по Сирии, Палестине, Египту для того, чтобы ногами почувствовать каждый камень, глазами увидеть каждый открывающийся пейзаж и запечатлеть это в своих этюдах, фотографиях, зарисовках. Ему удалось сделать этот цикл. И первая картина, которую он написал на евангельскую тему «Кто из вас без греха?» И была эта картина продана в нынешний русский музей тогда это была галерея Александра Третьего. На эти деньги он и выстроил этот дом. То есть он сюда пришел совершенно зрелым человеком, который для себя самого сформулировал какие-то моменты и в религиозном плане, и в философском, и в плане познания истории, искусства, в плане служения Отечеству. И вот приходит сюда совершенно зрелый человек и строит этот мир так, как он его понимает. Он ведь приходит, сейчас вы приходите и говорите, господи, какая красота. Ну, конечно, мне бы в эту красоту я бы еще не то написал, вообще, таким бы художником был. И невдалеку что Поленов-то пришел на совершенно пустое место. И посмотрел на это место, как смотрит художник на чистый холст. И ему захотелось сделать из этого маленького уголка земли некий рай, как он это понимает, свой мир создать. И он сажает деревья, кусты, цветы, строит разные здания, свою мастерскую, которую называет аббатство, тоже маленький французский монастырек по Хверковой постройке, который он видел когда-то в Германии, сам дом, который немножко напоминает здание финского модерна. Это его впечатление о мире. Но поскольку он был очень образованным, он все это сумел скомпоновать на одном участке земли и действительно сделал свой мир, который для очень многих необычайно привлекателен и который хочет остаться таким, как бы это сложно не было. В самом доме еще, к тому же, дом ведь прошел вместе с государством, вместе с Россией, очень сложный путь. И все люди, которые здесь жили, этот путь прошли. Это была и мировая война, революция пятого года, революция семнадцатого года, и тридцатые годы, годы репрессий, Великая Отечественная война. это все прошло просто через эту землю. И то, что мы встречаемся в такие масленичные дни, это для дома очень трепетно и памятно, потому что вот у меня в руках маленькая книжечка такая, где как раз февралем и началом марта рукой Дмитрия Васильевича вот сделана запись. Вот она. Читайте. Я вернулся домой в Белхово, где не был с 23 октября 1937 года. Отсутствовало 7 лет и 4 месяца. Представляете? Вот именно. Когда человек считает дни, это о многом говорить. Именно в это время, в 45 году вернулся сюда из лагерей Дмитрий Васильевич Поленов, сын художника, первый директор музея после смерти Василия Дмитриевича, который не был гурманом, потому что семья всегда жила скудновато, но трапеза с блинами на масленицов всегда делались, потому что это было объединение всех за столом, и кроме того, блин, это маленькое солнышко, а здесь всегда жили солнцепоклонники, просто любили вот солнце, весну. Хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали об именно вот этом путешествии Василия Дмитриевича, а его познание Палестины, потому что каждый, кто приходит, ощутить еще Христа, надо не только видели, цезреть вот эту древнюю землю, где ступала нога спасителя, но и воскресить его в себе. Вы знаете, мы попробовали, попробовали сделать и сделали фильм, который называется «Евангельский круг Поленова». Он в прокате на телевидении. Вот там как раз съемочная группа, небольшая, уехав на Святую Землю, попыталась по Поленовским дневникам, по Поленовским этюдам, по его фотографиям, по воспоминаниям людей, которые с ним путешествовали, в частности, Леонид Васильевич Кандауров, его ученик и очень большой друг, попытались скрупулезно восстановить вот этот маршрут. Им это удалось. Им это удалось. И несколько вкраплений выступлений, даже не выступлений, просто слова, которые говорятся в этом фильме людьми, работавшими над этим фильмом, собственно, вот как раз говорят о том, о чем вы, Юля, спрашиваете, о желании узнать, почему, как это, как это во мне, вот что это во мне. И, слава Богу, что фильм не дает ответов, потому что ответить может только каждый человек, пройдя этот путь или в жизни, или читая книги, или посетив Святую Землю мужчин, еще возможно посетить Афон, это очень сложно, наверное, просто, но каждый должен пройти этот путь сам. Поэтому, когда мы вывозим работы Поленова в постерном естественном исполнении репродуктивном, куда-то на выставку, то ты как раз об этом людям, приходящим на эту выставку, говоришь. И все равно где это, в России или во Франции, в Германии, вот сейчас это будет в Австрии выставка, людей очень много, и каждый старается найти в любой картине Поленова что-то свое. за что-то зацепиться, чтобы начать диалог, может быть, с самим собой, именно от этой картины. От чего-то оттолкнуться в хорошую. Совершенно правильно. Да, это правда. Сколько бы ты раз не говорил об этих картинах, сколько бы ты раз не был на выставке, но все равно уж ты знаешь эти работы фактически наизусть, но всякий раз открываешь что-то новое. Не случайно, Василий Дмитриевич, когда с Константином Коровиным плыл на этом пароходике тогда, он же заметил, вот идет счастливый человек, а почему он счастлив, он живет в этих местах, вот тогда ему эта мысль-то зародилась, чтобы вернуться вновь на эту землю, как бы и устроить жизнь, как он уже хотел. Ну, Наталья Николаевна, на финал Ваши какие-то слова о Поленовском созданном мире. Вот очень хорошо, Юленька, что Вы сказали, вспомнили про этого счастливого человека. Совсем недавно вокруг Поленова, как вокруг такого культурного центра, начал организовываться такой круг людей, которые тоже озабочены вопросами возрождения русской провинции. Они занялись воспитанием, и они занялись сельским хозяйством. И очень серьезно занялись. Они организовали такую агроферму под названием Сила Сила. Они занимаются выращиванием экологически чистых продуктов. И они издали журнал под названием Счастливые люди. Так что вот тот самый счастливый человек, которого заметил Василий Дмитриевич, из чего началось его собственное поселение на этой земле, ведь и дает свои плоды. И не только среди тех людей, которые приезжают сюда и уезжают счастливыми, но и среди тех, кто тоже начинает обустраиваться на пустом месте, и те, кто считает себя здесь счастливыми людьми. Это живой дом, это живая усадьба. слава Богу, нет никакого ни снобизма, ни желания как-то обранзоветь, омонументиться, я бы сказала. Нет, мы живем, как живем. Субтитры Семенов Субтитры Семенов Субтитры Продолжение следует...